Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из первого послания святого апостола Павла к фессалоникийцам, глава 1, первые 5 стихов. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Павел и Силуан и Тимофей. Церкви фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашим, зная избрания ваши, возлюбленные Богом братья. Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе. И со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Итак, дорогие братья и сестры, мы сегодня с вами приступаем к чтению послания святого апостола Павла к фессалоникийцам, или как это звучит привычно нам на славянском языке, к Солунинам. Итак, что же это за город Солунь? Мы знаем с вами такого Дмитрия Солунского, который как раз-таки совершил свой подвиг в данном граде. Но история этого города, она берет свое начало гораздо раньше данного подвига, который был уже в IV веке от Рождества Христова. А город этот существовал задолго до Рождества Христова. Раньше он назывался Керми или Керма, что значит терма, да, от тех теплых источников, которые находились в этом городе. И потом Кассандр, это зять Филиппа, царя Македонского, да, назвал этот город в честь своей жены, это сводная сестра Александра Македонского, Александра Великого, Фессалоника. Он переименует этот город в IV веке до Рождества Христова. И он носит свое название, имеет свое название Фессалоники. На самом деле город был довольно-таки выгоден географически, находился на выгодных торговых путях и имел важное экономическое и стратегическое военное значение. Потом римляне захватили этот город, сделали в итоге этот город столицей провинции Македония. Сначала это были несколько провинций, потом они слились в одну, и Фессалоники стала, по сути, центром данной провинции Римской империи. Также оно не утратило свое значение, этот город не утратил свое значение, потому что он находился на знаменитой дороге, Виа-Игнатия, да, это торговые пути, это множество путешественников, то есть все экономические выгоды на лицо. Мы видим развитие этого города, становление этого города, и вот в этом городе есть община, есть церковь, она там появляется, и апостол Павел, заметьте, пишет данное послание в соавторстве с неким Силуаном и Тимофеем. Итак, что мы читаем в первом стихе? Павел и Силуан и Тимофей кому? Церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Мы видим перед собой классическое, классическое начало письма античного. Мы видим кто, кому, куда и первоначальное приветствие, конечно же христианское приветствие, это желание благодати и мира. А кто один-единственный источник благодати и мира? Конечно же, Бог. От кого? От Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Здесь мы видим уже, что показывается атрибут божественности Иисуса Христа. Ранняя община считала его и почитала, естественно, правильно, его Богом. Поэтому все спекуляции о том, что в Священном Писании нигде прямо не сказано, что Иисус Христос является Богом, они на самом деле очень, скажем так, вне контекста Писания. Далее, что говорит апостол Павел? «Всегда благодарим Бога за вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпения упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим». Итак, что же здесь интересного перед нами? Перед нами мы видим благодарность. Апостол Павел часто благодарит Бога за ту или иную общину. Но из других посланий, из посланий к филиппийцам, например, мы знаем, что македонцы, фессалоникийцы, салунини, они всегда активно участвовали в пожертвованиях, которые собирал апостол Павел в пользу страдающей от гонений внутренних и внешних церкви Иерусалима, матери церкви. Мы знаем, что в книге «Деяниях» об этом прочитали с вами, о том, что апостола Павла благословила церковь на сбор пожертвований в пользу страдающих общин Иерусалима. Это одно из решений Иерусалимского собора было, да, помимо трех других, да, то есть это было одно из четырех решений данного собора. Соответственно, об этом и речь. Апостол Павел говорит Бога за всех вас, «Вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви». Дело веры и труд любви. Что это такое? Это как раз-таки и есть та самая живая вера по делам вашим, да будет вам, да, по делам их узнаете их и так далее, да. Вера ваша без дел мертва и так далее. То есть дело веры – это некое реальное действие. И вот здесь дело веры – это дело их материального вспомоществования, их живой отклик на проблемы другой общины, которые находятся на самом деле далеко. И вот это дело веры и труд любви – это и есть как раз-таки те пожертвования, которые они внесли в пользу страждущих христиан вдовиц Иерусалима. «И терпение, упование на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашим». Терпение. Действительно, терпение нужно было всем, потому что не нужно считать, что у фессалоникийцев все было замечательно, им тоже было тяжело, но они очень живо откликнулись на проблемы другой общины. «Знание избрания ваше возлюбленной Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, таковы были мы для вас между вами». Здесь очень интересный аспект – сила удостоверения. В чем интерес? Дело в том, что, как мы видим, жизнь Святого Духа в Церкви, формы служения, формы поклонения, они со временем несколько видоизменяются. Какие-то традиции уходят, какие-то приходят. Неизменно остается только главное – Евхаристия и догматы Церкви. А все остальное, форматы какие-то, они меняются, в том числе и облачения. Если сравнить даже, в каких облачениях служил преподобный Сергий Радонежский, какие облачения сегодня носим мы. Это разный вид облачений. Не будем вдаваться в подробности, в результате чего происходят эти перемены. Но они происходят, это неизбежно. Но в главном остается все так же, как и было. И мы знаем, что был у Церкви дар говорения на языках, и мы знаем, что в раннехристианской общине был какой-то критерий, было какое-то понимание того, что на человека сошел Святой Дух. У них это было, удостоверение. У нас этого сейчас нет. Ну, наверное, в наших условиях и в нашей жизни в этом нет нужды. А вот тогда это было необходимо на заре становления церкви, церковной жизни. Поэтому они имели такую возможность удостовериться, что благодать снизошла. Поэтому и пишет апостол Павел, что мы были у вас, и было засвидетельствовано многое в силе и во Святом Духе со многим удостоверением. Каковы эти критерии, нам остается только гадать. Но мы знаем, что благодать как присутствовала, так и присутствует в Церкви Христовой, коей мы с вами являемся членами. Поэтому будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. А когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое, приемы и решенье без. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова